Перестань быть стихопатом, Таня? Становим. Ты псих. Понятно. Таня на меня ругается, потому что я очень импульсивный. Еще какой-то. Куда мы едем, Таня? Ну, на Бонстри. Мы опять едем в лето, потому что нам очень понравилось. И в этот раз мы пригласили Таняных родителей. И вот я после фотосессии. Значит, это сессия была, как я уже раньше говорила. В купальниках внутри Миндлендии. Было очень холодно. Особенно холодная вода была. Это очень ужасно. Я думала, что тем теплее будет, потому что погода не очень, так сказать, у нас в Беларуси. И мы еще мочили волосы, чтобы были эффектные фотографии. И мне кажется, что простуду у меня точно будет. Я только что рассказывал о том, как сложно фотографировать девушек, что эта процедура занимает долгое время. Также, помимо времени, еще отнимает силы у руки, которая фотографирует. Но все это я рассказывал, включив режим фото. Снимается, мучается. И каждый парень меня поймет, потому что это абсолютно... Вот так! Что, Таня, делать? Вот так! А долго? Ну, когда я хорошо получу. Это редко. Всем привет еще раз. Сейчас мы находимся недалеко от конного центра Ратонка, где непосредственно занимается конным спортом. Танин, папа здесь выгуливают собаку, потому что всегда здесь свежо, везде трава, какие-то ограждения специальные для лошадей, с помощью которых тренируют. Я постоянно соревнуюсь со шнурой. Потому что она у нас собака с родословной, ездила уже на соревнования, и в полгода выиграла кубок на международных соревнованиях в своей категории в какой? В бейбике. В своей категории выиграла уже первый кубок и пачку корма. А ещё говорят, что фотомодели — это лучшая работа и самая лёгкая. Ну, насчёт лёгкой работы я не знаю, могу оспорить, потому что это очень сложно. Я думаю, что это так красиво. Просто пофоткаться и всё. Но нет. По сто раз фотограф тебе говорит, что делать. И если ему не понравятся какие-то движения, ты делаешь ещё, ещё, ещё. А также ты снимаешь неблагоприятную за себя погоду, а наоборот. Мне надо было делать эффектные фотографии и улыбаться, несмотря как не холодно было. Ну, и, конечно же, следить за собой, чтобы макияж не пасёт и так далее. Сегодня 25 июля, 10 часов вечера и случилась очень пренеприятная штука во всём Тарасово отключили свет. Потому что на улице очень сильная гроза, очень сильный дождь, очень сильный ветер, просто кутошки малое насилие для нас. Почему у нас? Ну, я не знаю, как там обстоят дела в Минске, но сейчас, поверьте нам, на улицу выйти крайне не хочется. Мы только что выходили и лучше бы этого не делали. Я соорудил импровизированный штатив из бутылки и фонарика. И хотел бы сказать, что на ютубе я очень люблю всякие каналы про призраков, про заброшенные какие-то места, про Чернобыль. И сейчас я начну свой собственный гост-бастер. Просто хочется сказать, что сейчас мы находимся в очень интересной обстановке. Поэтому всем пока и увидимся в следующий холд. Сахарная вата. Ян, ешь. Она сладкая. Будешь есть ее? Мы же губаши. Ну, по тебе скажут, что ты видишь. Я, я, я. Так это же образ. Единственное, но в моем образе то, что я очень плохо говорил на гуровском. Ну, да. Вильмис подобается. Если посмотреть вот назад, вот примерно сюда, вот этот вот дом вообще носит очень дурную славу, как нам рассказывал Танин брат Антон. И уже мы потом сами вычитали на онлайнере. Этот дом носит неформальное название Дом Дракулы, потому что его стилизация вообще необычная. Там какие-то задурманенные рассудком комнаты, потому что черные цвета, оранжевые, какие-то языки пламени на крыше. Его сначала какой-то наш предприниматель вроде бы построил, потом он уехал, в этот дом купил какой-то голландец, который занимался тюльпанами. Этот голландец тоже был весьма необычный, потому что брил лицо только наполовину, носил кулон в виде звезды какой-то, продавал тюльпаны, создавал какие-то неформальные вечеринки, из-за чего сами жители вот Ратонки очень сильно не добивали. Вчера, когда уже более так тускло становится, темнеет, возле него все время пелена тумана, и когда луна падает именно на него, то это весьма зловеще выглядит. В Гадастане первый раз ходили, Таня очень была впечатлена. Да. В такие веселые моменты я очень сильно люблю рассказывать людям всякие страшные истории. Если честно, я чуть не обвалил лавину в штанах. Мы с Таней хотели бы узнать, может быть, у вас есть какие-то пожелания для новых видео, какие-нибудь идеи, либо вы хотите, чтобы мы посетили какие-нибудь интересные места. Мы постараемся по возможности все это посетить, рассказать об этом, может быть, показать какие-то уникальные кадры. Сейчас мы занимаемся съемкой различных челленджей, весьма интересных. Вот первый наш челлендж вы уже видели, это смузи челлендж. Второй челлендж мы уже отсняли, называется Whisper Challenge, то есть тихий челлендж. Тоже очень интересно, ну, нам, по крайней мере, было интересно для вас это снимать, это было смешно и весьма уникально. Вот и все, влог закончился, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok